Вроде пользуюсь увлажняющим кремом, мажу, мажу, уже все бренды перепробовали, а всё равно сухая. Не сухая кожа, а жирного типа, потому что вы довели её просто до такого состояния, что она сухая и жирная. Это из той оперы, когда вроде бы наношу тоник, но он вроде бы ничего не делает, просто водичка какая-то странная. Всем привет, меня зовут Диана, и для постоянных зрителей моего канала это видео непривычное, потому что обычно я снимаю про медицинский вуз, про поступление, какой медицинский вуз выбрать, как там учиться. А тут косметология, и скорее всего это негативно отразится на просмотрах, поэтому поддержите, пожалуйста, это видео, поставьте лайк. Медицина, влоги я продолжу снимать, но появится ещё и тема про косметологию, потому что я косметолог, мне это интересно, и вообще мне есть что рассказать. И кстати, по поводу этого видео, оно будет объёмным, я максимально пыталась составить информацию так, чтобы это было понятно и не загружено, но скорее всего вам понадобится терпение, и возможно даже будете конспектировать, потому что тут надо всё по порядку раскладывать. Ладно, заканчиваем с этим длинным вступлением, продолжаем. Типы кожи. И как всем уже, наверное, известно, что есть 4 типа кожи. Это сухая, комбинированная, жирная и нормальная. И это зависит от генетики. Только генетики. Подчёркиваю, только от генетики зависит тип кожи. Это нам пригодится попозже. Итак, как мы это определяем? Мы смотрим только на поры. Просто, пока мы просто смотрим на поры. Начнём с комбинированной. Это расширенные поры в Т-зоне. То есть вот здесь вот, вот здесь вот. Внимание! Они доходят вот примерно досюда. Здесь Т-зона заканчивается. То, что вот сюда уходит расширенные поры, это другой тип. По периферии от Т-зоны у нас либо нормальная кожа, либо нормальная, но пересушенная кожа. Очень-очень редко, когда там сухая кожа, и она реально сухая из-за генетики, а не из-за того, что мы пересушили это всё глиняными масками. Но про состояние я чуть-чуть попозже скажу. Далее. Жирная кожа. Это когда расширенные поры, они по щёчкам даже есть, даже на щёчках. Нормальный тип – это когда поры нерасширенные. Есть расширенные поры, есть нерасширенные поры. И мы их видим в области носа, подбородка, даже немного на лбу. Но это норма. То есть если мы видим поры, это нормальная кожа. Они становятся незаметные. Если мы их очищаем от чёрных точек, мы чёрные точки убираем, они становятся незаметны. Но поры нормальной кожи, они существуют. Это нормальное явление. Не надо с этим бороться. А вот если мы не видим пор, они такие узкие, такие мелкие, что визуальным глазом незаметны. Это уже сухой тип кожи. Итак, как мы подбираем уход к каждому типу кожи? Надо запомнить, что изменить тип кожи нельзя, потому что эта генетика нам это передалось от мамы и папы. И правильно подобранный уход, он лишь помогает комфортно жить со своим типом кожи. У каждого типа есть свои особенности. Например, сухая кожа, она смотрится в молодости прекрасно, нет никакого жирного блеска, но она раньше всего начинает стареть, то есть покрываться машинками. Позже всего стареет жирный тип кожи. То есть, как правило, сухому типу кожи надо больше увлажнения. И чаще всего крема недостаточно. Возможно, нужно ещё и прибегнуть к биоревилитризации. То есть мы под кожей иглой, небольшой тоникой, вводим гелорную кислоту, которая будет рассасываться в течение долгого времени. То есть мы такое депо создаём, и оно изнутри продолжительное время у нас увлажняет кожу. Но мы сейчас не про процедуру косметологические, мы сейчас про уход, просто про косметические средства. Поэтому давайте продолжим. Далее, у каждого типа кожи есть своё PH. У нормальной кожи это 5,5. У жирной чуть больше, у сухой чуть меньше. Зачем нам надо знать про это PH? А затем, что косметика лучше всего проникает, когда PH кожи приближен к 5,5. А как раз-таки корректировать PH может только тоник. То есть тоник делает нормальным PH, и крем лучше проникает. И моё любимое вопрос на засыпку. Зачем нормальной кожи, у которой и так PH 5,5 тоник? Косметологи же рекомендуют тоник всем типам кожи использовать. А потому что чаще всего они рекомендуют просто в интернете, не лично на приёме с пациентом. И они же не могут знать, какая там кожа, точно, правильно ли определил человек. Поэтому тоник всё равно нормальный тип кожи ничего не навредит. Просто он будет бесполезен. Поэтому и рекомендуют использовать. А если грамотно и углублённо к этому подойти, да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, то если кожа нормальная, если она молодая, то есть после 30, всё-таки PH начинает снижаться, если кожа здоровая, то есть на ней нет никаких высыпаний, то тоник вам не нужен. Он не сделает вообще ничего, как было 5,5 PH, так и останется 5,5. Это из того разряда, когда девочки молодые наносят тоник, потому что косметолог сказал, а у них вообще, они не понимают, в чём его эффект, что он делает лучше, по ощущениям, просто водичка какая-то, да, странная. Есть ещё и состояние кожи. Это чувствительность, то есть кожа может быть просто чувствительна к каким-то компонентам косметики, она может быть постоянно красная, то есть в помещении, где у всех людей при нормальной температуре бледный тип кожи, у них красноватый. Далее сухая кожа, не генетически обусловленная сухость маленьким размером пор и вообще маленькой активностью стальных желёз, а то, что просто её не увлажняли, её не увлажняли, над ней издевались, спиртовыми средствами мазали, длинными масками обволакивали, и она ушла в сухость. Итак, уход должен включать в себя 4 этапа. Первое – это очищение, второе – тонизация, но с тонизацией мы уже разобрались, третье – это питание и увлажнение, и четвёртое – это SPF защита. По очищению надо понять, что средства мы подбираем по типу кожи. Если у вас жирная кожа, то у вас должно быть гель, пенка, молочко для жирной типа кожи. Исключение – это чувствительная кожа. Мы её подбираем для чувствительной кожи, то есть по состоянию. Далее, тонизацию мы пропускаем, третье – увлажнение и питание. Тут надо запомнить две вещи. Это первое, что у вас должно быть две баночки. Одно увлажнение, другое – питание. И мы их подбираем по состоянию, но мы учитываем, в какой местности мы живём. Я вот живу в Москве, у нас зима минус 20, а летом у нас плюс там 25. И это абсолютно разный уход. Но чтобы не покупать много баночек, я вам говорю лайфхак. Покупаем крем для увлажнения и крем для питания. Увлажняем зимой мы только на ночь, потому что если мы увлажняем утром и идём в зиму в минус, то мы провоцируем тем самым сухость и шелушение. Поэтому увлажнение только на ночь, тем более у нас батареи работают усиленно. То есть дома у нас, наоборот, ещё больше сушится, поэтому лучше дома увлажнять. А утром лучше наносить питательный крем, он защитит кожу от мороза. А летом мы просто меняем местами эти баночки, те же самые баночки, но просто утром мы увлажняем, а вечером питаем. Это вот как раз-таки ситуация, когда мажу-мажу увлажняющим кремом всё равно сухо. Это потому что вы увлажняете утром и идёте на мороз. Данная информация, она тяжело, что для понимания надо, да, удерживать внимание. Я понимаю, сложно, это не развлекательный контент, но я вас очень прошу поставить под это видео лайк и поделиться им, своими подругами, бабушками, мамами. И, в общем, распространить мой контент. И подписаться, конечно же, на мой канал, потому что таких полезных видео будет выходить ещё больше, ещё чаще. Но это ещё не всё. Я хотела бы сказать, что вот эти правила, которыми я вам и рассказала, они работают в простых случаях. То есть, если у нас кожа с дерматологическими заболеваниями, эти правила вообще не работают, такие как акне, купероз. Например, из моего опыта работы была девочка, у неё был купероз и расширенные поры и гиперкератоз. И её как раз-таки беспокоили именно расширенные поры с гиперкератозом, а краснота совершенно её никак не беспокоила. Но чтобы мне скорректировать гиперкератоз, надо убрать сначала купероз. Мы ей сделали плазмотерапию на прекрасный за один курс. Её кожа среагировала и убрала красноту. И после этого мы уже начали работать с расширенной порами. То есть, это жирная кожа, её надо усиленно очищать. Мы прибегали к механической чистке и к пилингам поверхностным. И убрали гиперкератоз и расширенные поры визуально мы очистили, и они чуть-чуть потом сузились. То есть, в двухэтапное, даже, сказала бы, трёхэтапное лечение. А если бы мы просто увидели бы жирную кожу с расширенной, бахнули бы туда пилинг, у нас бы всё было красное, кожа бы загналась бы в стресс, она бы ещё больше начала вырабатывать себума, и мы бы на результате увидели ещё больше расширенные поры. То есть, тут надо с умом, поэтому я вам предупреждаю, что все знания, которые я вам рассказала, они подходят для простых случаев. Если у вас сложный случай, обратитесь к своему косметологу, специалисту, который правильно подберёт вам уход и лечение. Всё. На этом я готова с вами попрощаться. До скорого. Всех целую. Здоровья вам. Будьте счастливы, красивы, со здоровой кожей. Субтитры сделал DimaTorzok